Здравствуйте, друзья! Приветствую вас из Баку. Как вы знаете, на этой неделе очень много новостей про сухопутные границы, да и не только про границы и о коронавирусе. Конечно, о последних новостях я оперативно делюсь и в своем телеграм-канале. Там помимо новостей бывает и много интересного. Если вы еще не подписаны, предлагаю подписаться на мой одноименный телеграм-канал и следить за последними новостями там. Ссылка на канал будет в описании этого видео. Теперь переходим к новостям, как говорится, коротко о главном. К сожалению, ВОЗ заявил, что в некоторых странах нужно снова переходить на масочный режим. Мы следим за тенденциями и в самый тяжелый период пандемии мы закрывались и открывались, когда ситуация улучшалась. Об этом заявил президент Азербайджан Иль-Хамале в своем выступлении на завещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года. Он отметил, что сухопутные границы закрыты и должны быть закрыты. Для чего? Чтобы люди не болели. Сухопутные границы – самое частое направление распространения болезни. Поэтому мы держим наши границы закрытыми и правильно делаем. Мы будем держать сухопутные границы закрытыми столько, сколько нужно. Мы делаем это, чтобы сохранить здоровье людям и не терять их. В период пандемии мы выделили миллиарды, я не хочу повторений, сказал президент Азербайджана. В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Габриесус заявил, что пандемия коронавируса завершится еще не скоро. Кроме того, в Европе рекомендуется предоставлять вторую бустерную дозу лицам старше 5 лет с ослабленным иммунитетом, пожилым гражданам, беременным женщинам и медработникам. К слову, хочу отметить, что на днях ВОЗ дала рекомендации и для Азербайджана в связи с коронавирусом. В частности, отмечается применение второй бустерной дозы лицам с иммунодефицитом средней и тяжелой степени в возрасте старше 5 лет и близким, с кем был контакт. Также применение второй бустерной дозы для особых групп риска, в том числе пожилых людей, медицинских работников и беременных женщин. И учитывая возможность совместного введения вакцины против COVID-19 и сезонного гриппа. Где это возможно? И несколько слов о масочном режиме. Зампредседатель Комитета парламента по здравоохранению считает, что вероятность введения строгого карантина в Азербайджане невелика. Однако маски могут вернуться. Маска является фактором, снижающим вероятность распространения COVID-19. Если осенью будет зафиксирован рост инфицирования, вопрос их использования, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте, может актуализироваться, сказал парламентарий. Депутат также призвал людей вакцинироваться. При этом в Азербайджане ни одного случая заражения вирусом ОСПы обезьяна не зарегистрировано. Ситуация в стране стабильная и находится под контролем. Об этом сообщили в Минздраве. Там также отметили, что поскольку факт заражения не зарегистрирован, диагностические тесты не применялись. Теперь про Россию. Россия сняла с 15 июля ограничения на пересечении сухопутной границы, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ был подписан председателем правительства. Ранее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские полки пропуска. Но он продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта. Отмечу, что Россия ввела ограничения на пересечение границы в начале 2020 года в связи с распространением опять же COVID-19 и до августа 2020 года ограничение действовало на пересечение границы со всеми странами. А с 1 августа Россия начала постепенно снимать введенный запрет. Первыми странами, с которыми было возобновлено авиасообщение, тогда стали Турция, Танзания и Великобритания. Впоследствии за более чем два года Россия возобновила авиасообщение с более чем 78 странами. В свою очередь Роспотребнадзор сделал заявление по текущей ситуации с COVID-19 в России. Там отмечается, что введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить маски в общественных местах. И в России сейчас растет доля боли заразных вариантов омикронштамма. Также на прошлой неделе в России был подтвержден первый случай ОСПО-обезьян. Пациент вернулся из поездки по Европе. Об этом также заявили в Роспотребнадзоре. И несколько новостей о рейсах между городами Азербайджана и России. Итак, ЮТР поставил дополнительные рейсы из Москвы в азербайджанский город Гянджа по вторникам и субботам. Теперь авиакомпании летают по этому маршруту 5 раз в неделю. Получается по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Как уже известная низкобюджетная азербайджанская авиакомпания Бутаэрвейс начиная с июля возобновил полеты из Баку в подмосковный аэропорт Жуковский. Начиная с 1 июля полеты по этому направлению и обратно выполняются два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. С нынешним курсом рубля билеты были очень дешевые и в моем телеграм-канале как раз мы обсуждали цены на эти рейсы и реально очень многие успели купить билеты за 29 евро. По нынешнему курсу это максимум 1700-1900 рублей. Причем были эти рейсы как из Москвы, так и из Баку. Хочу сказать, как раз в своем телеграм-канале я часто публикую подборку недорогих рейсов в Азербайджан. Можете подписаться и следить за последними новостями в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании под этим видео, а также в комментариях. Теперь, что касается этого рейса. Отмечу, что в списке маршрутов Бута, возобновленных из Баку в городе России, числятся Астрахань, Минеральные Воды, Казань и Уфа. Билеты на все запланированные рейсы Бута Airways в города России уже имеются в продаже в аккредитованных агентствах авиаперевозчика и на официальном сайте. И не забываем, что Россия пока что не отменила требования ПЦР-теста для граждан Азербайджана. Так что, когда будете летать в Россию, обязательно надо загрузить на свой гаджет приложение «Путешествуй без COVID-19» и сдать анализ на ПЦР-тест. Срок теста должен быть не более 48 часов. Вот такие новости. Я с вами прощаюсь и спасибо огромное, что посмотрели это видео.